Андрей спрашивает наш новый, перелегированный член. Андрей, я вчера задал вопрос по поводу вашего отношения к поддержке режима церкви. Интересно ваше мнение. Мое мнение, что вообще это, ну просто, жуткая вещь. Что церковь, и не только у нас, кстати, это и в Польше произошло. Там вот эта власть Писа этого строится на поддержке католических костелов. Да, у нас власть Лукашенко строится и Путина во многом, во многом на поддержке православной церкви. И церковь вместо того, чтобы оценивать ситуацию с точки зрения, мы против насилия, мы за правду, мы за уважение человека, мы за то, чтобы был соблюден принцип не убей, мы за то, чтобы был соблюден принцип не укради, не лжесвидетельствуй. Это то, что очевидно происходит в Беларуси. В судах огромное количество лжесвидетелей, людей пытают, убивают и так далее. Значит, насилие перешло всякие границы. Но то, что для церкви любое очевидно. Здесь мы видим, что церковь стала просто такой помощницей, подружкой, не знаю, для власти. И при этом получает прямые выгоды, что вообще запрещено в светском государстве. Церковь у нас и по конституции, как и все церкви отделены от государства, имеют равные права. Но тут мы понимаем, что права ровнее у некоторых. Патриарх всей Руси сказал, что РФ самая свободная страна. Ну, можно же быть действительно свободной страной, свободной от здравого смысла, свободной от принципов, свободной от прав человека. Можно, можно быть самой свободной от этого всего страной. Не спорю, не спорю, ему виднее. Церковь – инструмент для приобретения власти и денег. Нет, церковь – это замечательная вещь, которая в свое время дала надежду миллионам, миллионам, миллионам людей. И делает очень много хорошего тоже. Но мы говорим иногда о церкви, а иногда говорим о руководителях церквей, которые превратились в политиков. Это разные вещи. Церковь как институт – это опора духовная, душевная для огромного количества замечательнейших людей. Я, кстати, начинал свою театральную карьеру. Я параллельно ходил в театр, который студентом, студенческий театр в БГУ Белгосуниверситета. И параллельно я играл в театральной такой студии Свято-Петропавловского собора города Минска. Замечательнейшие люди, священники. Это просто элита элит. Причем там люди говорили по-белорусски. Священники православные. Имели очень вольные, свободные взгляды и имеют. То есть нормальных людей все равно в любой большой организации больше. Нормальных людей в коммунистической партии СССР было больше. Но руководили ими всякие. Так получалось. Как и в Беларуси. В населении Беларуси нормальных людей, наверное, все-таки больше. Но руководство вот такое. Просто не надо это распространять на всю систему. Я повторяю, я против обобщений любого толка. Все эти обобщения приводят только к ужасным последствиям. Ну и к совершению глобальных ошибок. Так. Не нужна никакая церковь, пишет. Ой, какой длинный у вас ник. Не прочитаю. Церковь не учит думать, а только пробивать пол лбом. Массы нужны о просвещении наук и техническое мышление, искусство. А не сказки полоунных котоводов и земледельцев. Не согласен с вами, потому что в средневековье именно церковь спасла науку. Церковь спасла. Церковь спасла эти знания. Для нас основные ученые были люди, которые в церковных школах учились. И так далее. То есть, для средневековья церковь это тот, да, организация, тот всемирный такой ЮНЕСКО, которая спасла науку, спасла культуру, да, и спасла просвещение в каком-то виде, милосердие и все остальное. Да, потому что это был такой глобальный ООН, церковь. Она, несмотря на эту феодальную раздробленность, как-то объединяла цивилизацию. И благодаря этому осталось то, что мы называем западная цивилизация. Поэтому я считаю, что церковь сделала огромную вещь на своем этапе. На своем этапе. Дальше уже как там по-разному шло. По-разному шло. То есть, науку спасли монархи. Не было тогда еще никаких монархов в средневековье. Там монарх был, это трусы, носки, не знаю, и один маленький дворец. Все остальное принадлежало феодалам. Так. Инквизиция в средние века особенно реально спасала культуру и науку. Да, потому что параллельно они пытались и свою власть. Но при этом каждый монастырь это был фактически университет. И единственные люди, которые писать умели, да, это были эти дьяки всякие. Кто умеет писать? Дьяк. Вот. Правда, церковь глобальная ООН всех крестить огнем и мечом. Нет, крестили огнем и мечом, это ж не церковники. Это любили, вот там какой-нибудь Владимир Красносолнышко стал, как он думает, христианином. Ох, сейчас буду всех ходить крестить. И рубил головы там кто не согласен. Поэтому это не совсем церковь. Но на данном этапе, вот пишет Тата, церковь оттолкнула от себя народ. Да, да, на данном этапе то, что творит церковь. Но, кстати, я замечу, что это не только у нас. Это, вот мне рассказывали, что и, допустим, в Польше такая прямая поддержка церковью католической ПИС, когда ксензы фактически становятся во многом чуть ли не партийными лидерами. Да, это тоже не самый идеальный вариант.